Сегодня вы увидите эту тему, которую мы начали развивать. Это дрэк вне асфальта. Зимой, летом посмотрим, возможно попробуем по грунту на обычных стандартных автомобилях, таких как кроссоверы, легковушки с полным приводом. Смотрите, будет интересно. После этого мы поедем на горки. Также на тех же автомобилях, кроссоверах, полноприводных, легковушках. И посмотрим, кто из них сильней. Тормоз отпусти! Тормоз отпусти! И прежде чем мы перейдем к просмотру, я хочу порекомендовать вам канал Николая, который называется «Своя рубрика». Это влог-канал о том, как Николай с семьей путешествует на машине, худеет только за последний год, он скинул около 21 килограмма. Это действительно хороший результат. И самое интересное, это то, что он является директором по продажам в крупной московской компании «Рольф», которая занимается продажей автомобилей «Тойота», «Лексус», «Лендровер», «Порше». Обо всем этом Николай рассказывает в своих роликах. И в случае необходимости помогает в решении спорных вопросов. И может помочь в приобретении автомобиля. Все это совершенно бесплатно. Он единственный представитель официального дилера, кто открыто вышел в эфир с желанием помочь клиентам и ответить на все вопросы. И это не коммерческий проект, это личный канал Николая. Если интересно, переходите по ссылке в описании. Ну а мы поехали. На старте уже выстроились автомобили. Первыми, смотрю, выехали мастодонты, там мостовые какие-то машины, наверняка на грязевой резине. В общем, начинаем. Гран-Чероки дизельный «Оверленд» на всех блокировках и бензиновый 120-й. А на какой у тебя мотор стоит? 3,2. Ты же говорил, что не дёрнешь это. Не, ну были определенные сомнения. Патруль-то машина, серьезно. Это парик этого бешеного «Тигуана» «Дёрнл». Да, это, судя по всему, «Турбофорестер» первого поколения и «Эрлайн Тигуан» «Шитый», насколько мне известно. То есть, 211 сил с завода и стейдж-2 или стейдж-3, Андрей, там, в курсе. Я пришел. Знаешь, что в следующем видосе у нас все в шортах будут ходить? Да? Ауди Ц6 дизель-трешка на полном приводе и «Фрилендер» дизельный. Патруль-то более серьезный, как бы патруль свапнутый. Изначально... А что ему свапнуты? Изначально хозяин отошел, да? Я вот. ЗД-30 давал мотор. Нет, там просто стоит большой паровозный двигатель, который, пооборотам, конечно, он не спортивный, он рассчитан на хорошую тягу, просто на большой крутящий момент. Ну, тот, который не стоял уже, но это когда-нибудь когда-нибудь сам? Нет, у меня тогда было ЗД-30. Сейчас в патруле стоит двигатель ТД-42. Шикарный мотор, который выхаживает, в принципе, без ремонта до, наверное, 700-800 тысяч. И это, в принципе, не предел. Но плюс этого мотора на этой машине, что он турбовый. Всегда было интересно, после патруля, который у меня был тоже с таким же мотором ТД-42, как едет ТД-42Т. Дизельная БМВ против Легаси. Дизельная БМВ. Да, трехлитровый дизель. Ставьте дизель, ставьте дизель. Дизельная БМВ. На старте стоит Миша на своем Туареге. Против дизельной Ауди А6. Неужели Миша реабилитировался? Ему бы еще с более новой А6 заехать. Поменялись полосами. Едет Нива. Не знаю, какие характеристики. И какая-то старенькая Toyota Corolla на полном приводе. Миша реабилитировался. Миша реабилитировался. Миша реабилитировался. Тигуан Аирлайн И Форестер, у них теперь борьба Смотри как его таскает Тигуан Аирлайн Форестер, да, быстрее был Баджиро спорт против патруля Да, второй заезд Тигуан Аирлайн Форестер афбат Но патрул тяжелый Прям видно, как тяжело идет Нива против джимли Они вот турбовая, судя по звуку. Редкий автомобиль сейчас на старте, по дальней полосе. Nissan Station. И Mitsubishi. Я думал, тут будет. Lexus RX-200T. И дизельный Freelander. Трехлитровый дизель X3. Ходная наглядная разница, одинаковые моторы. Да, моторы одинаковые. Трешка дизель. Да, да, да. Дизельный Grand Cherokee и Taurac дизельный. Я удивлён. Слил Миша, да. Я что-то думал, что Cherokee вообще не ездит. Он на всех блокировках. Хотя имитации тоже у Мишины вне к нормально работают. Заточник оксуление ш Samsung movie. Д disso лента двигаются. Вот это бой! Да! Бейбашку пришел в лучшем круге десерт Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и у меня еще широкая-широкая резина, тоже не очень приятно ехать. Ну зато зацеп есть на старте. Там, наверное, раскатали уже, да? Кто не заметил, это был Денис на подаренном черном прадике. Продолжение следует... Продолжение следует... В пищечном карабке большую машину объехал. Здравствуйте, Денис. Я уже успел проиграть одной машине. Ну, я думал, ты успел проиграть. Мажорище едет. Что-то он вообще не едет. Продолжение следует... Это фиаско. Денис сейчас уедет наверняка. Субарь со стучащим вкладышем пролетел. Я в Субарях не сидел. Он нас чуть-чуть сделал, да? Короче, сегодня мы приехали на горку, которую в прошлом году зимой заезжали. Она, конечно, была более заснеженная и более скользкая, но у нас пошел первый снег, и мы попробуем сегодня покататься, пока он не растаял этот снег. Тут сейчас три машины пройдут, накатают, а потом не заедешь. На твоем не заедешь, все не заедешь. На моем, да никто не заедешь потом. У нас сейчас снег рыхлый, нормальный зацеп есть. Уклон, покажи, ляжь, ляжь. Вот такой. Уклон действительно большой, вот я 20 метров прошел, запыхался. Так тут еще перепад, он еще выше. Процентов четвертый. Я не на той машине. Она уже сломалась. Снимаешь на той машине когда-нибудь вообще? Она этой зимой решила ломаться. У тебя вообще никогда не на той машине, которая нужна. Не, я попробую сегодня обязательно. Стой, 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 стой. Вот остановите, остановите. Смотрите, мы просто попробуем, попробуем замерить угол. Там уже 10. Думаешь, кому-то даст еще что-то этот угол? Ну, 17 градусов. 17. Ну, дальше начинается гораздо... Ну, это тропит в результате. Ну, там начинается гораздо круче. Ну, это вообще не проблема. Это его стихия. Игорь, а почему УАЗик бы так твой не заехал? У него слабый мотор. А смотри, он не заехал. Смотри, он встал. А он на автомате, что ли? Нет, он на механике, судя по всему. Ну, не везет машина. А, нет, у вас пошла. Не, пошел буксовать. Нет, не узнавал. В этом Субару он не стартит отходиться. Надо отходиться, да? Да, он играет, подается. Проблема широких колес. Что-то у него какая-то резина не было. Нет, он не широких колес. Он не туда поехал. Никак посидел. Нет, это канала. Как раз назад, это еще кто-то. Я не говорю, я не говорю, пролезь. Я не говорю, пролезь, я не знаю. Так. Тормоз отпусти! А? Тормоз отпусти! Тормоз бросай! Тормоз брось! Руль прямо поставь, Денис. Ничего не делай, ничего не делай. Назад. Назад, только назад. Подожди, подожди. Вот, давай, давай. Уже есть этот ассистент. Он и не может подождить. Как сможет. Как-то 2007 год, а это вообще. Вот сейчас банка. Ой, банка! Причем задняя оказалась. Не тому банку. Да, нормально. Здравствуйте. А ты сегодня будешь заезжать? Да, можешь попробовать. Так иди спускайся, мы ждем, мы снимаем. РАВ-4 даже вот там не тронется, смотри. Диагоналка малюсенькая. Тронулся? Поехал, поехал, поехал. Это штат РАВ-4, у которого бампер задний рвался. Диагоналка малюсенькая. Тактика Газпалас действует. Вот эта же турбонива, когда ездила наше битвенное, финальное, на весеннее. Всех она поразила. Да, не надо. Здоровья. Хватает, он блокировал. Самый эффективный, самый зрелищный. Нива с мотором. Стреляет, едет, так, рубас. Стреляет, стреляет, налетит. Да, и внутри там страшно, наверное. Скажите, чтоб не ехал. Блядь, что он тут не слышит? Я не помню, мама взяла. Это едет Андрей Барсуков на своей подменной машине. У него А4, так сказать, летнего варианта. Вот у него А6 подменная, рестайловая, С7. Бензинка. Два литра, да, по-моему? Два литра. Фокус не удался. Призрак Геннадича все-таки нас преследует. Правда, черным не дымит. Эх, Андрей, ты едешь в яму прям. Тебе назад уже нельзя. Но контент будет интересным. Давайте толкнем в бок его, блин. Подожди, Андрей. Холодно. Слышь, Андрей, стой, стой, стой. Ты сейчас вперед, а мы зад толкнем. Мы равняем. Давай. Давай. Нормально, вроде будет. Давай, давай, вперед. А, ну, вроде нормально надо. Стой. Ровно. Ровно. Сейчас она там затолкает, да? Что? Затолкает аудиопу наверх. А нет. А с аудиопой его тянуть можно. Не может? Валя. Поехал. Ты думаешь, что он так тяжело заходил? Что? Нива на летней резине? Да, Нива на летней резине. Давай его тормознем, посмотрим. Еще и на край. Тихо. Тихо. Илья... Тихо! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Где, Ромарио, Ромарио, где? Ладно, хорош по дурачке, а если чего не появится? Ну, как думаешь? У меня плохое предчувствие. Мы начало видео перезаписали, у тебя нету в этом. Да? Ты что, вообще не едешь? Это больно. А ты красавчик.